227 А не знаете, вкусное, кстати, это? Я не пробовала Прага Не знаю Сейчас я попробую Давайте вы раскладитесь, но потом попробуем Ну какая разница, я быстренько попробую Не, не вкусное Сейчас я все попробую, хорошо? Молодой человек, пожалуйста, хватит, а? Что такое? Если людей задерживаете Вторая касса есть, вот кассир стоит Вы задерживаете людей Я просто попробовать решил, прежде чем покупать Не, а это даже пахнет неприятно И пизта пахнет приятная Нет, за такое платить не буду Молодой человек, давайте вы раскладите, пожалуйста Давайте, нет, за такой товар не хочу платить И зачем это делаете? В смысле, понюхал, не понравилось Свет, подайте, пожалуйста Молодые люди, а кто вы есть? Просто люди обычные Просто обычная, да? Покупатель да, понюхал, не понравилось И что? Все Не понравилось, не покупайте Скатите, понравилось Linkedin? О, замечательно Не покупайте. Я попробовал просто этот товар. Ну, покушали? Да. Ну, можно. Свободно. Ничего страшного, да? Нет, ничего, оставляйте, да. В принципе, можно так ввести и весь товар кушать, да? Нет, нельзя так кушать. Ну, если вы разрешаете этот товар кушать, то я пойду дальше так кушать. Ну, на таком основании вы так делаете. Просто захотелось мне покушать. Проголодался. Смотрю светофоры магазин. Решил зайти покушать. А я вас в обратное можно буду снимать, да? Можно, конечно. Фиксируйте на видео. Не надо меня снимать. Снимаю девочек на трассе. Мне вам... Ну, не знаю. Я даже тоже не знаю. Нет, ну, если я могу идти, я могу идти. Если нет, то... Слушай, так снимать меня не нужно. Не надо чужие мышцы пытаться выбить. Не нужно меня. Да тебя никто не снимает. Тебя фиксируют на видео сейчас. И то мы даже на тебя камеру не направляли, пока ты не привлекла к себе внимание. Ну, не нужно. Я вам что говорю? Ладно, мы не папы. Привести себя по кушке. Мы не постараемся, чтобы у нас... Ну, а вот тебе дали... Это вообще-то... Разрешение, чтобы снимали. А что разрешение мне нужно? Расскажи. Снимай, не имеешь права снимать. Да? Почему? Да, ну, потому что я тебе не давала согласиться. Я должна была узнать, совершеннолетние девочки или несовершеннолетние девочки. Так, а если несовершеннолетние, нельзя снимать? Представляйте, чтобы мой ребенок не попал в камеру. Смотрите, тогда вам... Вы не хотите магазину об этом сказать? Смотрите, сколько камер в магазине. Еще раз тебе говорю. Я прекрасно понимаю, кто ты. Я прекрасно знаю, для чего ты это делаешь. И я достаточно видела твои ролики. Но давай, мы не будем вот это вот делать. Если вы не будете привлекать к себе внимание, мы даже не будем вас фиксировать на видео вообще. Я еще раз говорю. Я ничего не фиксирую. Если у меня попадет ребенок, остальные, ты знаешь, ты ходи по пятерочкам, по всем остальным. Ты ходи по этим магазинам. В принципе, я одобряю это решение. Но давай так, чтобы туда не попадали несовершеннолетние дети. Подойдите в суд хорошо. Если вдруг появится в кадре, подойдите в суд. Через судебное решение. Я с тобой сейчас говорю вообще по-нормальному. Вы уже перешли на ты. Когда я с вами на вы до сих пор встречаюсь, заметили, если вы. Я черт говорю. Вы уже переходите на ты. Вы уже нормальное общение просто свели на нет. Ребенок попадает в камеру. Если что, так же попали. Не ходите в магазин, если вам что-то не нравится. Камеры вокруг висят. Почему вы только к нашей камере доматываетесь? Ладно. Что с этим товаром делать? Ты сейчас что делаешь? Доматываешься до людей, которые работают. Но если он хочет, понимаешь? Я попробовал? Все. Ты тут при чем вообще? Ты зачем лезешь, свои пять копеек вставляешь? Я тебя не трогал, не подходил. Все. Так я вообще с вами не общался со всеми. Окружили. Давай. Давай. При ребенке не стыдно? Не стыдно материться при ребенке? Ты мне после этого говоришь, что я что-то снимаю, фиксирую на видео. Не стыдно. При ребенке материться. Вы попортили нам товар. Вы обязаны его купить. Смотрите, я отказываюсь оплачивать этот товар. Почему? Я вот у меня настроение сегодня такое, не хочу платить за этот товар. Что значит, вы попортили товар. Так. Настроение у меня сегодня такое, не хочу оплачивать этот товар. Надо со стуки настроения сидеть дома. Действительно. Не, ну да ладно. Я сегодня захотел в светофор прийти. Говорю, проходил мимо. Кушать хочу, чувствую. Смотрю светофор. Продуктовый магазин написано. Надо зайти сюда. Мне кажется, что было уже надо было плечить. Сначала сходить. Нет, вы оплачиваете товар. Вы не имеете права так себя вести. Вы испортили товар. Вы испортили нам товар, поэтому вы обязаны нам его оплатить. Ну, если вот покупатель не хочет оплачивать товар, что дальше вы делаете в такой ситуации? Ну, значит, не хочет. Все тут оплачивают. Подошел, вот так вот. Ты устраиваешь цирк. Ты просто устраиваешь цирк. Вот так вот. Подошел, вот так вот. Как нелегко коррекуются только со всех сторон. Вообще, вы сделали вот это. Слушайте, ну давайте мы все откроем, покушаем и пойдем. Давайте. Я считаю, такой товар можно кушать. Пиши, оплати, если он испорчен, оплати и пиши на возврат. Тогда, если он испорчен, почему ты делаешь? Спасибо, спасибо, юрист. Я не знал, что мне делать в этой ситуации. Спасибо. Я правда на юристово чистки не понимаю. Незаметно. А ты, по-моему, нигде не учишься. Да, конечно, бездельник. Ну, что делаем-то? Я же убегать не хочу. Мы ждем, пойдем, молодой человек. А мы все вызвали. А вызвали уже? Да, вызвали. Ладно, что делаем-то? Очень ровно. Полиция будет? Нет? Да, полиция будет. Оплачиваем товар, они заняты. Смотрите, я не хочу... Вон, там касса работает. Кого же я задерживаю? У нас, когда много народа, работают две кассы. Смотрите, я не хочу оплачивать товар. Что дальше делаем? Вы вызываете полицию. Либо отпускаете меня. Нет, мы вас не отпускаем. Не отпускаете меня. Значит, что дальше делаем? Все, пока оплачиваем. Если я не хочу оплачивать, дальше что? Вот такая ситуация, нестандартная. У вас же есть инструкция какая-то? Если вы не хотите, вы оплачиваете. Так я попробовал, мне по вкусу не понравилось. Пицца по запаху не понравилась и так далее. Я поэтому и спрашиваю. Что дальше делаем? Если вы вызываете полицию, я жду полицию, без проблем. Если вы говорите, иди, я иду. Я, видимо, с вами во всем соглашаюсь. Что вы говорите, то я и делаю. Вы вызвали или нет? Да, вызвали. Кто? Вы все. Вы все, мне кажется, вы балаболите сейчас. Балаболишь ты сейчас? Ты не ссыто так с опросом человеком разговариваешь? Что же вы такие агрессивные девочки? Месячные, что ли? Они там успокоены? Да. Умешалка людей, почему ты тогда их оскорбляешь? Ты, например, сейчас первый портишь. Успокойся, у тебя месячные сегодня или что? У тебя месячные, смотри. Ты так разговариваешь. Что делаем? Я к вам вообще не обращался. Зачем вы начинаете со мной спорить, дискутировать? Я с вами вообще не общаюсь. Все. Вот представьте, что здесь стена. Я общаюсь сейчас с кассиром, сотрудником магазина. Вы мне неинтересны. А вы куда вокруг создаете вот этот шум лишний? А ты ногу что ли? Вам не стыдно? Шум, не стыдно здесь. Так я говорю, что мне делать? Я говорю, я подожду к полиции. Я согласен на все. Там же сказали, ждите. Да кто я вызвал-то? Камеру вызвали. Вылить. Выстокать. Вы выключите все камеры, и я выключу свою. Камеру в магазине это для твоего хозяйства. А это для моей безопасности. Да? Мне мое руководство сказало ходить с камерой везде. Я отлично себя веду. Потому что все деньги нет, оплатишь тебе, наверное, работать не можешь. Оплати. Почему не можно? Он так пустит у тебя на все их покажет. Я говорю, это мама. То есть вы понимаете, да? Воспитание. Не стыдно? Не стыдно? А тебе не стыдно. Как ты ребенка-то воспитаешь? А вы на каком основании меня сейчас снимаете? Я вам и дала разрешение. А ваше разрешение необходимо? Конечно. По какому закону? По любому закону. По любому закону. Точно. Теперь я буду тоже ссылаться на любой закон, если что. Еще нажми на... По любому закону теперь можно. Я нажал. А, вы нажали на кнопку? Давно уже. Кнопка хайп прожата. Не забудьте лайк и колокольчик поставить. Колокольчик, да, под видео потом не забудьте поставить. Не, 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 не хочу забирать у вас места рабочие. А если я к вам вдруг устроюсь, ваш же магазин закроют из-за убыточности. Здравствуйте. Мы известные вам лица? Конечно, известные лица. Конечно, известные. Которые приходят, подпускают товар и говорят, что они не хотят его оплачивать. Я понял. Участкового вызовите. Участкового вызовите. Я оскорбляю еще. Тут, мне кажется, девочки тоже хотят заявление писать. Все равно на видео. Вы будете заявление писать? Ну вот, девушка оскорбляет. Ну вот, сразу, ну вот. Ну вы же говорили, что я вас оскорбляю. Вы же тут вызвали сотрудников полиции. Так напишите заявление. Не будьте балаболами. Причем тут вообще вы и то, что я не оплатил товар. Что еще раз? Накажем тебя по-другому. Давайте, накажите меня. Отшлепать можете. Конечно, отшлепаем. А что играете? Смотри, у тебя играет, раз ко всем лезешь. Да, сейчас муж придет с тобой и поговорит. А кто? Не мусор случайно? Ты сейчас кого оскорбляешь? Сотрудников полиции? А ты сотрудников полиции считаешь всех мусорами? Нет. Если да, то да. Я собруди в полицию. Ну вот, я говорю, не мусор случайно, муж? Вырадан. Может, мусорская семейка просто, я же не знаю. Да. Ну вот. Ты понял, кто? Твоя мама увидела и увидела, что ты делаешь. Хорошо. Учисковый приедет. Девушка, а вы не уходите, вы же заявитель. Заявление-то напишите. Ну вы же сказали, вы же не балаболка. Напишите заявление на меня. Балаболка, ты мне только что говорила, что ты будешь писать заявление, что я тебя оскорбил. Так напиши заявление, подожди. Все, подожди. Не уходи тогда. А что мы должны с вами писать? А что вы нас вызывали? Вы нас вызывали. Я вас вызывала, и что вы с ними сделали? Мы вызвали суда участкового для разбирательства. Мы на него ничего не составим. Даже что-то будет. А почему он на меня ничего не составит? Это не полиция. Мы не ведутся на охрану, мы охраняем здание. На помещении, которое берут под охрану. Они, наверное, думали, что тебя сейчас выведут, вылыкнут. Ну, заломают, выведут. Кому-то нужно это получить. Ну, вам, видимо, очень нужен, раз вокруг все собрались. Прогресс. Ну что, мы пока прогуляем в следующем магазине, покушаем, хорошо? Если вы не будете против. Пока ждем участкового. Возьмем тележечку. Что, я никак не на каждую, но на каждую видео? А что он сейчас на видео? Не то, что он сейчас по пустынке залит. Не хочет, так хватит. Просрочка. Это просрочка. Это сотрудник магазина должен выбирать. А то, что он это все устроил? Что он устроил? А скарлял как бы... Ну, есть зафиксировано это. Есть, есть. Ну, хотите пищать заявление, ваше право. Все бы написали, да никто не хочет писать, потому что, наверное, никого не оскорблял, ничего не было. Конечно, не оскорблял. Я это видео выложу в интернет, лайки соберу. Куда именно? Где смотреть потом? Моего друга оператора. Ну, как было? Ютуб? Ютуб на ютуб, да. Да, на тухлопритонах вот таких я хайплюсь. Люблю вот такие тухлопритоны местные. Конечно, да. Да, и парашников люблю, которым уже сказали, что товар просрочен, и они все равно защищают магазин. Вот я люблю тухлопритоны и парашников, которые защищают тухлопритоны. Хорошо, для выражения. Ты же укусил, ты же поел вкусно было. Ну, так естественно, я сейчас все покушаю, говорю уже. Скорую может вызвать? Вызови, если тебе надо. Мне не надо скорую. Мне кажется, надо, тебе немного в мозг что-то прицепило. Ветер сегодня с масла вкидывает, да? Да. Ну, я тоже так думаю. Не буду брать, наверное, бедненькую мозги. Ладно. Вот типичные представители парашников. Семейство одноклеточных. Местные. Рот закрой, рот закрой. Я вообще молчу. Я кто выросил, тебе еще и дождь. Ладно. Мусорская семейка и парашники дали мне оценку. А мы пока пойдем дальше. Мусорская, это ты. Мусор. И одноклеточные тоже. Ты ты рот свой закрой, понял? Клоун, ходишь, вот ты работаешь, пошел, у тебя мозги-то хоть есть. Не хочу у вас будущие рабочие места отнимать. Ты понимаешь, вареному воду? Куда я на будущее рабочее место? Ты туда точно с твоими мозгами. Хорошо. Мое место ты не займешь, не волнуйся. Хорошо. Я спорить не буду. Вы мне, собственно, неинтересны. А почему ты тогда меня обзываешь, дети, неинтересны? Кто тебе право давал? Как я тебя обозвал? Одноклеточный. Это оскорбление? Да. Пиши заявление. Тут мне жалко вас. Женщина, а можно колбаску тут посмотреть? Нет, это просто письмите камеру. Опусти камеру, опусти камеру. Вот, опустил человек камеру, можете показать колбаску? Смотрите, без камеры. Выпишите, я ее не закрабываю. Ну а кто же нам колбаску покажет? Покупателям кто колбаску продаст? Друзья, я пошел на уступок. Все, хорошо, опустил камеру. А нет, не хотят они со мной сотрудничать. Смотришь, просто колбаска без маркировки лежит. Я думаю, понимаете, в чем дело. Пицца, смотрите, условия хранения какие. От двух до шести. Лежит на прилавке. А что ты кладешь? Что ты не ешь? Тебя угостить что ли? Ты завидуешь? Нет, спасибо, не надо. Ну, тогда все то же самое. Немного с башкой плохо. Слежу же домом. Вот смотрите, сколько парашников. Когда поглубже чуть в город забираешься, в уголок какой-то города, вот сразу вот, ааа, все защищать тухлопритон. Собственно, на всем товаре, который я попробовал, была именно такая маркировка. Смотрите. До какого годен? Вы знаете? И я не знаю. Условия хранения какие, вы знаете? И я не знаю. Тухлый, некачественный товар. Ну, друзья, тут очень много всего такого. Если мы сейчас все будем брать, это просто у нас тележки не хватит. А проход тузкий. С несколькими тележками ходить неудобно. Для примера возьмем парочку. Поломаем. Пойдем дальше. С каждого отдела по позиции. Печенье. Не, меня снимать не надо. Я говорю, снимаю девочек на трассе. Я сейчас не на трассе и не девочка вроде. Поэтому, может, тебя и снимают, ты привыкла к этому, но я нет. Поэтому все-таки фиксирую на видео. Не научились девочкам не задавать? Вот так телефон поверни. Так и лучше будет. А мне так? Я с девушками общаюсь уважительно и вежливо. С парашниками и хабалками я общаюсь, как общаюсь сейчас с тобой. Так, рыбка то же самое. Ты молодец, может, проверяйте свое просрочное и так разговаривать с продавцами, с покупателем, которые делают замечания со взрослыми женщинами, которые попросили не снимать ребенка, ты не можешь. А то, что она матом материлась, ты не слышала, да? Тебя там, потому что на тебя, на твое поведение, по-нормальному сказала, чтобы ее ребенок не попал в кадр. Девушка, вот вы стояли, вас не снимали, вы только слово сказали, камера сразу на вас. Она так же, вы не объект съемки, вы нам не интересны. А ты там тоже не интересен. А чего тогда здесь зависли-то? На дебилок смотреть. Пойдем, ладно. На дебилок очень интересно смотреть. Так подойдите к зеркалу. Ты в зеркале каждое утро себя видишь. Да, себя я вижу, а вы дебила каждое утро в зеркале видите, что теперь? Ну, значит, что-то. По-моему, не буду. То же самое, эклеры, в принципе, есть товар. Интересно, как они определяют с учетом, что нигде нет условий хранения? Какой товар надо в холодильнике хранить, а какой вот просто так, на витрине? По сути, все тухлое. Где упало, там и лежало. То рожок, то же самое. Без маркировки. Молодой человек, прежде чем это все взять, вы должны это все оплатить. Ни в коем случае. Сразу говорю, не буду оплачивать. Что значит, не будет? Ну, вот так. Как буду, только наоборот. А вы не имеете так вообще, не имеете прямо так делать. Хорошо. А хороший товар-то, да? Да. Заморозка и все то же самое, в принципе. Смотрите, вот там подписчик подошел, подсказал, где надо смотреть внимательно. То же самое, годен, доль, нет. Просто название изготовлено, когда упаковано. Мусор? А один сплошной мусор в этом магазине. Козлина? Вежливость из вас так и плет. Ну, в принципе, таким, как вы, вместо работы, как раз вот такой помойки. Я согласен. Слушай, ты за выражениями следи. А что именно не нравится в моих выражениях? То, что это помойка, так я еще раз могу сказать. Ты выражения подбирай. Где я не так выразился? Ты зачем женщину сейчас оскорбляешь? Как именно ее оскорбил? Ну, вот так вот. То есть она меня называет козлиной, это нормально? Нормально, значит, тебя ведешь. Ой, не кричи, не кудах-то. Блин, закукарекала, сразу голова заболела. Да, друзья, я, конечно, извиняюсь, если я где-то, возможно, перегибаю. Но мне кажется, как со мной общаюсь, так и я с людьми. Все окей. Горбуша дальневосточная, смотрите. Само собой рыбка тоже с нарушенной маркировкой. Горбуша. Дата изготовления, срок годности не более одного месяца. При минусе. Во-первых, тут плюс, плюс один. А тут условия хранения на упаковке от минус двух до минус восьми. Так она еще даже по их сроку годности просрочена. Сегодня двенадцатая, одиннадцатая как раз. Девушка не успокоится все никак. Так, женщина, а вам колбаску не покажете из своих рук? Нет. Нет, почему? Общение с такими, как вы, да? Я создала вам. Это весело. Что говорите? Я не могу. Ну, что же с покупателем не хотите пообщаться? Показать продукцию? Куда же вы убегаете, женщина? Куда же вы убегаете? Со мной не хотят. Друзья, вот еще от 10.08 салат с морской капустой. Срок годности три месяца. И смотрите, какую красоту мы купили. Два сока для детей с трех лет. То есть это детское питание. Со сроком годности до 15-го, 10-го, 20-го. И до 30-го, 10-го, 20-го. Сегодня у нас 12-е, 11-е, 20-е. И вот второй чек сразу. Тоже здесь же приобрели мармелад жевательный Бон Пари. Само собой тоже тухлый. Это у нас магазин Светофор. Адрес магазина будет в описании к видео. А вот, собственно, мармелад. До 9-го, 11-го. До 9-го, 11-го. Тележку убей. Немного. Смотри, ногу не оббей. Не отобью. А по тележку. По одному месту тебе она не прилетела. Ты не надо, как будто бы на мусор кидает. А что такое? Упало? На полу валяется. Давайте я заберу себе. Упало, значит. Почему так? Оттойтесь с продуктом. Потому что это мусор, а не продукты. Это не мусор. Это тухлый мусор. А мусор у места на полу, на помойке, на свалке. А, вы сотрудница этого тухлопритона? Понятно. Ну, хоть спорить, ругаться не стала. Вы сейчас для чего рисуете? А вы для чего людей травите? Скажите. Не было бы просрочки и тухляка не было бы нас. До вас не доходит, видимо. Так. Температурный режим хранения. От минус 3 до 0 и от 1 до плюс 5. Какая же здесь температура? Давайте же посмотрим. О, 6 градусов. Не может быть. А тут же такой нет температуры в условиях хранения. И если вдруг 60 суток, все-таки они скажут, холодильник чуть потеплел и так далее, то просрочно до сегодняшнего дня тухлый товарчик-то. Вечер добрый.